Мои родители уехали из города в командировку, а это значит, что мне нужно будет оставаться в доме и заботиться о порядке в нем. И родители также оставили мне немножечко денег для того, чтобы я купил похавать. И оставили, конечно же, список того, чего мне нужно сделать на холодильнике. О боже мой! Почему такой грязный дом? Судя по всему, родители уезжали в спешке и столько намусорили. Так, и мне нужно пойти прочитать список заданий на холодильнике. Так, эй, извините, мы должны оставить вас в покое, пока мы отправляемся в командировку. Мы будем быстрыми, я обещаю. Пожалуйста, держите дом чистым и выполняйте эти задачи, пока мы отсутствуем. Очистите свою беспорядочную комнату, подмести пол, передвинуть коробки снаружи в дом. Очистите грязную посуду и до скорой встречи, мама и папа. Я думаю, я должен начать с уборки своей комнаты. Так, и сейчас мы посмотрим на нашу комнату, как же она, наверное, выглядит. Наверное, там просто такой беспорядок, что боже мой. Боже ты мой, это моя комната, почему всё так грязно здесь? О, господи, надо всё это убрать обязательно, потому что невозможно. И почему у меня такой хреновый ПК? Что это такое вообще? Странно быть здесь одному. Ну да, не то слово. Всё, это, походу, последний. Да? Отлично. Очистить комнату, мы это сделали. Теперь нам нужно сделать следующее задание из списка наших заданий. Нужно подмести пол. А метла, скорее всего, наверное, находится на кухне. Всё, отлично. И теперь нам нужно будет вот так вот подметать пол. Боже, как это долго. Боже, что за звук? Кто это? Кто-то проник в дом. Исследуйте звук в ванной комнате. Так. Это, наверное, здесь. А, боже мой, крысы! Чёрт бы его побрал. О, боже ты мой. Почему их так много? Откуда эти крысы взялись здесь вообще? Избавьтесь от крыс. А, вот, мне нужно просто их уничтожать, этих крыс долбанных. Блин, как они сюда попали вообще? Боже мой. И почему они меня не кусают? Они должны были меня сожрать уже давным-давно. Всё. От крыс мы избавились. Но как они сюда попали? Может быть, через унитаз? Кстати, если ты не знал, то крысы реально могут пробраться в дом через унитаз. Это реально правда. Должно быть, есть заражение крысами. Ну, логично. Да, логично. И я немножечко устал, поэтому мне нужно посмотреть телевизор. И, скорее всего, сейчас появится странное строгое существо. Поехали глянем телек. Ребята, а вы уже видели обновлённый сайт RBX3? Если нет, то бегом туда. Ведь прямо сейчас там работает лучший курс на рынке. За один рубль ты можешь купить полтора робукса. Ну, а благодаря новому удобному интерфейсу, покупать робуксы методом трансфер стало ещё проще. Помимо этого, на сайте присутствует множество методов оплаты, доступные для жителей всех стран. Во-первых, это удобно. Во-вторых, это дёшево. А в-третьих, это быстро. В общем, переходите на обновлённый сайт RBX3 по моей ссылке в закреплённом комментарии и покупайте робуксы дёшево и безопасно только там. Последние новости. Были многочисленные сообщения о НЛО, летающих сегодня ночью. Правительство заявило, что это просто обман и не стоит воспринимать всерьёз. Несмотря на это, правительство приказало вам оставаться внутри и запирать все двери и окна. Мы будем держать вас в курсе событий. Понятно. Значит, меня будет атаковать сегодня НЛО. О, боже мой, справа в огне, ты видел это? О, господи. Это же какой-то инопланетянин. Я должен был что-то видеть. Я видел это. Это мне не показалось. Ведь тебе же тоже не показалось. Ты тоже это видел? Блин, под банан споткнулся, господи. Так, мне нужно забрать коробки, которые у нас снаружи, внутрь. Это было одно из заданий, которое нам дала наша мама. Так, вот они на улице стоят. А, мы можем выйти на улицу. Блин. О, боже мой. Это что, НЛО было? Я только что видел НЛО. О, господи, боже. Так, ладно, берём коробки и несём их внутрь, пока у нас есть такая возможность. Потому что потом, скорее всего, на нас нападёт это существо, и мы уже ничего не сможем сделать. А! А! Чёрт бы тебя побрал! Блин, ты чё так пугаешь? Оно уже пробралось внутрь. А нам ещё нужно одну коробку достать. Подожди, оно было в ванной, по-моему. Нет, в ванной нет. О, господи, боже, какая стрёмная игра, блин. Это, кстати, напоминает опыт какой-то там. Ну, короче, вот игра от этих же разработчиков, судя по всему. Потому что всё выглядит именно так, как будто эти разрабы делали. Так, всё, последнюю коробку мы занесли. Что у нас там ещё было по списку заданий? А! Я очень устал. Мне нужно, наверное, пойти и поспать. А! Ну да. Последнее задание нужно сделать будет завтра. Он не хочет делать его сейчас. Он хочет пойти и лечь поспать. Ну, ладно. О, боже мой. Я боюсь, что за ночь, пока мы будем спать, что-то произойдёт. Вот я только закрою глаза, и что-то появится. Так, я надеюсь, что всё будет нормально. Меня никто не убьёт. Всё, закрываем глаза. Отлично, мы легли спать. Всё. Надеюсь, никто нам не помешает, и никто нас не убьёт в это время. О, нет! Чёрт бы тебя побрал! Это свет, походу, вырубился. Так, фонарик включаем. Так, вроде бы пока всё спокойно, тихо. Это просто свет. Это просто свет. Не нужно воспринимать это всё всерьёз. Это просто чёртов свет. Так, эта дверь тоже закрыта. Нам нужно пойти и проверить, что происходит. А, наверное, нам нужно будет пойти и проверить это на улице. За домом! Ну, конечно, за домом будет электрощиток! Ну, естественно, так далеко! О, боже мой! Нам нужно идти за дом. Надеюсь, я правильно иду. Мне кажется, сейчас нас там будет что-то ожидать. Что-то страшное и зловещее. И мне так не хочется это делать, но игра заставляет меня. Так, включаем электричество. Так, пожалуйста, только не трогайте меня, пока я это делаю. Только не подкрадывайся со спины, пожалуйста. А! Блин, это всего лишь рубильник был. Фух, никого нет. Блин, меня испугал рубильник тупо. Так, всё, возвращаемся внутрь. Тут никого нет. Ну, по крайней мере, я надеюсь. Да, вроде бы чисто и спокойно. Может быть, инопланетянин вообще... Кто-то кричал! Там кто-то кричал! Нет, я не пойду проверять. Я не пойду проверять. Звучало так, как будто бы оно пришло из лагеря на другой стороне шоссе. Мне нужно пойти и проверить это. Но нужно быть уверенным, что всё в порядке. Да, блин, какой проверить, чел? Ты сиди дома, тебе же сказали. Господи ты, боже мой. Ну, зачем? Зачем игра заставляет меня всегда идти в эти опасные события? Фух, ладно. Идём посмотрим, что там через дорогу в лесу. Блин, тут целый лагерь, оказывается, реально есть возле нас. А вот и наш дом. Мне почему-то кажется, что сейчас на нас кто-то нападёт. И этот кто-то очень не хочет, чтобы мы выходили. Клянусь, я слышал крик. Я тоже слышал крик. Но никого здесь нет. Мне нужно осмотреться вокруг, чтобы найти какие-то, может быть, подсказки. Диктофон. Надо его прослушать. Там, наверное, будет разгадка того, что произошло. Где-то должно быть место, откуда пришёлся этот крик. Это должно быть то место... А-а-а! Чёрт бы тебя побрал! Инопланетянин! Быстрее убегаем! Беги назад! О, боже мой! Он бежит прямо за мной! Собака, ты посмотри, как он выглядит! У него светятся глаза! Кстати, он не такой уж и страшный, но в итоге всё равно страшный. Так, бежим домой срочно! О, господи, боже мой! Он меня поймает и убьёт! О, он пропал! Он пропал! Всё, я бегу быстро, короче, домой. Мне нужно вызывать помощь. Срочно звоним 911. Быстро! О, господи, боже мой! Я аж путаюсь. Это существо... О, боже, оно уже дома! Почему так много раз? Оно меня пугает! О, нет! Оно меня убило! Или нет? Что произошло вообще? Оно резануло меня. Что? Мне это приснилось, прикинь! Это был страшный сон! Это всего лишь был страшный сон! Хух, но сны такие стрёмные и такие реальные, как будто бы это произошло реально. Я думаю, я собираюсь посмотреть телевизор. Ну да. И, кстати, надо не забыть, что у него остался последний... О, боже! Ночь номер 2. Вы целый день смотрели телевизор, а теперь должны заняться своими делами. О, что происходит вообще? Я не знаю, что произошло прошлой ночью, но мне кажется, что это был не сон. Мне нужно закончить все дела по дому. Так, ну что? Там, по-моему, оставалось последнее задание, которое он решил перенести на сегодня. И поэтому сейчас нам нужно помыть посуду. Это, походу, последнее, что нам осталось сделать. Отлично! Почистить посуду мы это сделали. Это должно быть всё. Ну да, это было последнее задание, походу. Мы выполнили все задания. Теперь нас, походу, ожидает стук в дверь. Неожиданно, конечно, но кто-то стучится в дверь. И кто бы это мог быть? Мне кажется, это тот НЛО. Тот пришелец, который за нами гнался. Мои родители ещё не должны были вернуться. Подожди, открыть дверь или не открыть дверь? У нас тут вопросительный знак. Ладно, давай откроем. О, у нас тут записка какая-то лежит. Ты следующий. Что это могло значить? В любом случае, кто-то это здесь оставил и быстро сбежал. Ну, логично, да, какой-то секунд. Ладно, забежим обратно в дом, потому что я манал. А хорошему вообще бы заколотить все окна и двери? Какое-то срочное сообщение на телевизоре. Всё, это прям очень срочное. А что происходит? А где сообщение? Стопэ. Быстро врубаем телек. Последние новости. Мы снова прерываем ваше обычное вещание, чтобы проинформировать страну о том, что происходит чрезвычайная ситуация по всей стране. Это связано с тем, что в течение последнего дня сообщалось о многочисленных людях и скоте, видимо пропавших. Многие считают, что пропавших без вести людей похитили пришельцы после бесчисленных наблюдений за НЛО. Правительство заявило, что нет никаких доказательств инопланетян или инопланетного вторжения. Мы будем обновлять информацию у вас по мере получения её. Будьте в безопасности и запирайте двери и окна. Это как раз таки то, о чём я говорил. Нужно было бы запереть окна и двери чужие вокруг нашего дома. Я должен приготовиться, они пришли за мной. Так, нам, наверное, нужно будет сейчас заколотить все окна и двери. Может быть, это их и остановит. Так, для этого нам нужен молоток и доски, скорее всего. А молотка здесь нет, но, видимо, это нам и нужно будет, только доски. Так, ну поехали. Всё, будем заколачивать все окна и двери. Обязательно просто. Так, давай сюда. Первое мы заколачиваем. Так, отлично. Окно мы заколотили. Прикинь, мама приедет, что она скажет? Она скажет, ты что, вообще с ума сошёл? Ты зачем окна заколотил? Всё, это последнее окно. Давай, 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 заколачивай. Всё, отлично. Мы заколотили просто всё вообще. Теперь сюда никто никогда не попадёт. Но это реально невозможно, посмотри. Ну всё, заколочено реально. Я даже всё проверил уже. Теперь дом защищён хорошо. Мне нужно лечь спать. Понятно, всё. Это у нас сейчас начнётся последняя ночь. И как раз таки она будет и заключительная. Надеюсь, сейчас мне не приснится какой-то страшный кошмар. Ну что? Кваски закрывай. Баю-бай. Сейчас что-то страшное. О, звонит телефон. Скорее всего, это какой-то заказ еды. Давайте погадаем. Мне кажется, это какой-то заказ еды реально пришёл. Так, ну давай. Или какое-то сообщение мне хотят передать. Эй, это папа. Мы почти вернулись домой из поездки. Нам понадобится ваша помощь в возвращении багажа в дом. Хорошо, папа. Увидимся скоро. Так, не понял, подожди. Стой. А если это не папа? И почему телефон так шипит? Скорее всего, это был не папа. Мои родители должны скоро вернуться домой со своей деловой поездки. Но мне кажется почему-то, что меня обманывают. Хотя я немного подозрителен. Ну да, это слишком подозрительно реально. Что как-то странно. После того, как мы заколотили двери, они пытаются вернуться раньше. Ну ладно, нам нужно подождать, пока родители вернутся домой. Но почему-то я думаю, что это ловушка. Опа. Кто-то звонит в телефон опять. Папа, мы с тобой уже говорили. Эй, мы здесь. Приходи и помоги нам принести багаж внутрь. Почему-то мне кажется, что это не папа. Хорошо, папа. Сейчас буду. Мне нужно убрать эти доски с двери, чтобы открыть дверь. Ну блин, это же реально ловушка. Чел, не делай этого. Но нам придется это сделать, потому что по-другому мы игру не пройдем. Так. Все. Я снял доски. Я надеюсь, это не ловушка. О, реально отец что ли? Это их машина. А, серьезно, отец приехал. Но страшная музыка играет. Мне кажется, это, это все-таки ловушка. Так, ну давай, ладно, пойдем к нашей машине. Ну-ка. О, боже, НЛО прилетело. И оно что, схватило меня? Подожди. А как у меня возможность убежать? Или, или что? Где я? Я, походу, на их корабле. И со мной будут проводить страшные опыты. Реально со мной будут проводить страшные опыты. О, боже, я попал на инопланетный корабль. Зачем я открываю эту дверь? И мы прошли первую главу. Которая называется Дом. И скоро у нас будет вторая глава и, скорее всего, продолжение, которое начнется у нас на космическом НЛО. В общем, всем спасибо за просмотр и пока.